МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день, выходя из дома, хотим, не хотим, мы становимся участниками движения. Каждый день город и его дороги предлагают нам непредвиденные ситуации. Как не попасть в ненужную и с честью выйти из той, в которой уже оказались, поможет разобраться наша программа. В прошлой программе мы начали рассматривать ситуацию, которая возникла на одной из штрафстоянок с депутатом Государственной Думы. Сегодня мы будем рассматривать продолжение этой истории. Вы смотрите «Автограф», я Александр Холодов. Как все мы знаем, правозащитник Александр Холодов стоит на страже интересов автомобилистов уже много лет. В каждом выпуске программы «Автограф» Александр Холодов будет разбираться с одним из многочисленных вопросов, возникающих перед всеми участниками движения. Решать какую-то насущную проблему, объяснять и трактовать, прибегая к помощи осведомленных экспертов. И все это для того, чтобы у вас, дорогие зрители, было как можно меньше белых пятен на персональной автомобильной карте. Первая проблема, с которой столкнулся автомобилист, да, вот мы условно автомобилисты, мы не можем найти, куда уехала машина. Вам никто не скажет, да. Здравствуйте, а здесь я могу узнать, где находится штрафстоянка. Пешком дотуда идти 11 километров и примерно 2 часа 10 минут. Идеальное место для отстойника. Отстаивать ворованные машины, а потом на это, на разборку. Вот. Наконец-то. У вас уже предупредили. Своих героев. Да. Знаете, с такими, как вы, врагов-то не надо. Раньше я уже говорил о том, что в Москве эвакуацией занимается государственная организация, в Петербурге эвакуацией занимается частная организация. Поэтому очень много вопросов возникает, что это за организации, как они работают. И депутат государственный, думаю, решил проверить вообще, как работают эти коммерческие организации. Те или иные исполнители по соблюдению этих требований выбираются в Санкт-Петербурге на конкурсной основе. Вопрос не стоит о том, что будет ли это государственная организация или будет частная. В Санкт-Петербурге предоставлена такая возможность и государственным организациям, и частным организациям. Хотели как лучше, получили как всегда. То есть, если вот эта эвакуация была намечена на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, и мы об этом говорили в первую очередь, и во главу угла ставили именно этот факт, то сегодня получается наоборот. Сегодня получается, что бизнес, который, в принципе, существует здесь, потому что те фирмы, которые эвакуируют автомобили, это обыкновенные ОООшки, обыкновенные частные фирмы, которые занимаются этим бизнесом, они во главу угла ставят, конечно, бизнес, то есть извлечение прибыли. Поэтому ни о каком повышении безопасности дорожного движения сегодня речь не идет. Вот мы и нашли этот участок земли, который с трудом находится даже с помощью современных карт. И теперь, казалось бы, можно забрать машину, но требуется еще разрешение инспектора ГИБДД. На многих стоянках инспектор присутствует. Если вам повезло, и он в это время находится на стоянке, никуда ехать не нужно, и разрешение можно получить прямо здесь и сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы. Почему вы находитесь в неустановленном помещении? Здравствуйте. Где вывеска официальная, что это МВД? Никому не вопрос. А почему? Ну вы же здесь находитесь? Вы работаете в ларке? Вы работаете в ларке? В частном ларке, не имеющем отношения... Это помещение ГИБДД принадлежит? Нет. Нет, нет помещения. То есть это частная компания, где почему-то незаконно находятся сотрудники ДПС. Хороший повод задуматься о том, что нужно поменять и федеральное законодательство. Упростить процедуру оформления, хотя бы в тех случаях, когда машину забрали просто за нарушение правил парковки. Иначе получается на каждой стоянке вынужден практически круглосуточно сидеть инспектор ГИБДД. И мы за это с вами платим своими налогами. И этот инспектор, офицер, вместо того, чтобы ловить преступников, сидит и выписывает бумажки. Давайте поменяем законы. В 14 часов я... Господи, этот сотрудник полиции явно нуждается в том, чтобы поработать над своим почерком. Так, согласна. Как фамилия сотрудника полиции? Вообще непонятно. Кто это сделал? Пушкинский. Вот это вот что такое? Я... Вот я сфотографирую просто и пошлю это начальнику главка. Таким образом его сотрудники составляют протоколы. И как можно это понять? Вот вообще на каком языке это написано? Так, прокуратура, РУВД. Ну вот к представителю РУВД, к ГИБДД я обратился. Он отказался мне выходить. Мы уже... То есть... Ну, это мы... Да, понятно. Ну, давайте мы позвоним тогда уже в контролирующую организацию. 8... 48-84. Комитет по образцам законности. Да. Комитет по образцам законности, да. Это... Почему вы даете телефон, который не отвечает? Это их официальный телефон. Он... Точно? Да. Зачастую мы слышим мнение, что штрафстоянка это нечто архаичное. Наследие прошлого, пережитки прошлого, от которого нужно избавляться. Никакой пользы они не приносят. Но и альтернативы пока никто еще никакой не придумал. Все. Вот это... Вот эта вещь, вот эта вещь, которая используется, которая может испортить ваш автомобиль или даже кого-то убить. Потому что у нее нет... Вот. Это вещь самодельная. Так, короче. Каким образом машина с автоматической коробкой передач оказалась на этой... Вот на этой вот платформе. Каким образом машина с автоматической коробкой передач... Мы видим, вот мы видим, что вы эту машину сюда затащили волоком. Волоком. А вот следы. Вот следы. Хорошо. Хорошо. Следы от всех машин могут быть. Понятно. Это может быть от подведущей машины. Хорошо. Где... Подставляются подкатные тележки. Под четыре колеса? В данном случае под два колеса, задний привод. Почему? Это не задний привод. Пускай будет не задний привод. Для меня в данном случае задний привод. Напомню, что тот закон, по которому действуют у нас все штрафстоянки на территории Петербурга, принят непосредственно при участии депутата Милонова. Он в этот момент, когда принимали закон, работал в законодательном собрании Петербурга. И более того, возглавлял комиссию по законодательству. Посмотрите на лица тех людей, которые со зверином оскалом тягают вашу бедную машинку, ломая коробку, колеса и так далее. Посмотрите на них. Но неужели наши люди заслужили вот их, этих граждан, которые, так сказать, они не заслужили платную эвакуацию. Они не виноваты. Это нарушает федеральный закон. Это признано во многих субъектах федерации, что такая платная эвакуация, как в Петербурге, не должна существовать в нашем государстве. Я думаю, что здесь надо совершить очень важный шаг. Тот шаг, который совершают все люди, которые являются живыми людьми, сказать, простите, мы сделали ошибку. Мы думали, что будет по-другому. К сожалению, получилось так, плохо получилось. В том случае, если будет названа одна государственная организация, любая, будь то госучреждение или будь то ГУП какой-то, да, то есть поменять ее в случае нарушений будет невозможно, потому что оно прямо названо государством. В случае же с организацией, выбора вот этих организаций на конкурсной основе, всегда есть возможность за любые нарушения убрать с этой деятельностью любую из организаций и взамен нее отобрать новую. В случае же, когда это будет прямо прописано, что это государственное учреждение или предприятие, такого выбора сделать будет невозможно. На мой взгляд, может быть, изменить именно самих операторов. То есть с тем, чтобы за этот бизнес отвечал именно государственные предприятия, не либо муниципальные унитарные предприятия, либо государственные унитарные предприятия, которые бы занимались именно вот этой работой. В Москве такая работа налажена и, в принципе, результат от этой работы есть. Дело в том, что те деньги, которые собираются за нарушение правил дорожного движения, они идут именно в бюджет и поступают на те нужды, которые необходимы нам, автомобилистам. А те деньги, которые собираются сегодня частными фирмами, они идут непонятно куда. Когда мы позволяем, черт не знает какой конторе, черт не знает как, тягать вашу машину непонятно куда, вот в эту помойку, например, находящуюся за 28 километров от больницы, откуда они это выдернули, машину, то невозможно контролировать. То есть надо понять, что в том виде, в котором сейчас он действует, он не может действовать никак. Так, эвакуировать нужно только те машины, которые встали во втором ряду и просто мешают проехать всем остальным. То брошено там, на тротуаре где-то, еще что-то. Если машина-водитель совершил административный проступок, он должен быть наказан, должен заплатить штраф. Если машина мешает проезду или проходу пешеходов, то этот автомобиль, естественно, необходимо эвакуировать, поскольку он мешает все-таки безопасности дорожного движения. Но порой бывают такие случаи, когда автомобиль припаркован неправильно, в нарушении правил дорожного движения, но он не мешает проезду, проходу, то, естественно, здесь, я думаю, что достаточно было наложить штраф и не эвакуировать машину на штрафстоянку. Тем более, что такие места уже давно известны, известны тем, кто этим бизнесом занимается. Они просто выслеживают, прослеживают, очень легко до этого места доехать и забрать автомобиль. Поэтому здесь налицо именно только бизнес. Смотрите далее. Простых автомобилистов, чью машину везли на штрафстоянку, больше волнует не состояние медицинского здоровья водителей, не проходил ли он какие-то медицинские обследования, проверяли ли его эвакуатор на техническом контроле. Нет, все это не так волнует автомобилистов, как состояние собственного автомобиля. А диск переднего колеса поврежден был до этого или при перевозке? В Петербурге эвакуацией занимаются частные организации. Поэтому очень много вопросов возникает, что это за организации, как они работают. И депутат государственный, думаю, решил проверить вообще, как работают эти коммерческие организации. На каждой стоянке вынужден практически круглосуточно сидеть инспектор ГИБДД. И мы за это с вами платим своими налогами. Удивительно, но факт. Депутат признал ошибочность закона, в написании которого принимал участие. Давайте отличимся от основной темы программы и немножко окунемся в автомобильный спорт. Рубрика «Безопасные дороги». Несмотря на то, что погода сегодня достаточно холодная, тем не менее зрителей много. Все наблюдают за соревнованием и болеют. Сегодня проходит завершительный и последний этап четвертого чемпионата и перенства Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа по автомногоборью. Этот заключительный этап мы решили провести совместно с Федерацией автоспорта, главный организатор, и Всероссийское общество зомберистов города Санкт-Петербурга и Ленинградская область. Судьи предоставят нам Федерацию автоспорта. Я думаю, Севачева Ольга Николаевна, председатель Федерации автоспорта, она об этом подробнее расскажет. Судейство, да, это, конечно, Федерация автомобильного спорта Санкт-Петербурга. У нас аккредитованные судьи, которые аккредитуются через Комитет по физической культуре и спорту. Они все имеют опыт, они все лицензированные. Поэтому за результатом мы здесь не переживаем, они будут реальными. Надо, что у нас много детей занимается этим, потому что это точно совершенно те водители, которые припаркуются на любой парковке супермаркета и выйдут, никого не задев. Мне 17 лет, за рулем я уже 5 лет. Папа является моим тренером, и раньше он был чемпионом России по ледовым и трековым гонкам, поэтому я пошла по стопам своего папы. Самое главное вообще во всех соревнованиях – это плавность ваших движений. Если вы будете ехать равномерно, не делать так, чтобы ваша машина скакала или прыгала, то у вас будет лучшее время, даже если вы поедете медленно и спокойно. Но при этом нужно искать места, где можно разгонять машину. Я уверен, что из этих начинающих водителей потом на дорогах появятся безопасные, аккуратные водители, потому что, во-первых, они умеют, во-вторых, они нагонялись уже вот здесь, и на дорогах будут вести себя аккуратно и безопасно. Дверь стоянки посетил, и, конечно, это просто издевательство над людьми. Потому что это унижение, это необоснованное обогащение, потому что это дикие деньги берут они. Я считаю, что эвакуацией должны заниматься госорганы. Пускай это будет государственная организация, ГУП какой-нибудь, государственная структура, которая будет заниматься эвакуацией только тех машин, которые действительно мешают. А те, которые просто нарушают КОАП, да, надо приходить, надо брать специалистов, которые фотографируют, выписывают штрафы. Вообще существует два принципиально разных подхода. Петербург и Москва. В Петербурге эвакуацию фактически производят коммерческие организации за счет автомобилистов. В Москве этим занимается государственная организация и частично оплачивается за счет бюджета. Почему, как в Москве и не сделать, в большинстве случаев ездят машины, которые просто фиксируют. А увозят в экстренных ситуациях, но опять же увозят кто? Апорядные, чистоплотные водители, не те, которых отказываются с нами разговаривать, а нормальные, цивилизованные люди с цивилизованными погрузчиками, которые не повреждают вашу машину. Там пломбируется даже лечок от бензобака, чтобы человек мог удостовериться, что его машину не вскрыли. Все делается как для людей. Почему в Петербурге мы считаем, что люди второго сорта? Не второго сорта, они заслуживают точно такого же вежливого отношения. Прежде чем говорить о каких-то недостатках, допустим, Санкт-Петербургской системы, которая работает и считаю имеет больше преимуществ, чем московская, он бы хотя бы съездил и убедился, а как это работает в Москве. Вот он говорит о том, что там все чистые территории. Но если посмотреть на те же Ютубы, фотографии этих стоянок, они ничем не отличаются от тех, которые используют в Санкт-Петербурге. Более того, в Санкт-Петербурге еще предоставлена возможность размещать непосредственно на стоянке инспектора ГИБДД, который будет выдавать эти разрешения. Вот там вот проходили медицинское освидетельствование сегодня. Ну, в трубочку вы дышали вчера или позавчера? Последний раз. Ну, как, утром обычно. Здесь вы отдышали? Конечно. Здесь? Здесь? Где здесь? В кабинет. Где здесь? В кабинет. Где? Нет, приезжает, приезжает доктор. Где, где, где? А когда доктор приезжал? Ну, вы знаете. Сегодня приезжал доктор, да? Наверное, здесь сегодня. Да? А давайте мы посмотрим видеозапись, что доктора не было. Вы понимаете, вы лжете? Вы лжете или нет? Вы придумали это? Вы как-то меня провоцируете? Нет, я спрашиваю. Я хочу вас спросить. Где был сегодня доктор? У меня сейчас рабочее время. Секунду. Где, где? Вы здесь работаете не в частной лавке, не по частным заявкам ездите. А вы выполняете функцию, которую на вас, к сожалению, возложил город. Вот вы мне объясните, где кабинет врача, где вы проходили сегодня медицинское освидетельствование? У вас не обращайте внимания, этот человек не должен проходить. Без комментариев. То есть где кабинет врача? Ну я же вам сказал, без комментариев. Где? Где он? Без комментариев. То есть вы не проходили? Я же сказал, без комментариев, на что вы меня нуждаете? Я вас хочу спросить, вы обязаны мне ответить? Нет. Не может заняться? Нет, я хочу спросить, где человек проходил освидетельствование? Человек мне лжет. И когда я улечил его во лжи, он сбегает. Те фирмы, которые занимаются эвакуацией транспорта, они должны, естественно, соблюдать те законы Российской Федерации, которыми предусмотрены и техослуживание автомобилей, и выпуск на линию трезвых водителей, или прошедших медосвидетельствование. Конечно, вот эти правила, они должны безукоснительно выполняться. Если они не выполняются этими операторами, то это прямое нарушение закона Российской Федерации. Простых автомобилистов, чью машину везли на штрафстоянку, больше волнует не состояние медицинского здоровья водителей, не проходил ли он какие-то медицинские обследования, проверяли ли его эвакуатор на техническом контроле. Нет, все это не так волнует автомобилистов, как состояние собственного автомобиля, который уехал на штрафстоянку. Как его грузили, не было ли каких-то происшествий при погрузке, и вообще, в хорошем ли он состоянии доехал до стоянки, и можно ли на нем уехать дальше. А диск переднего колеса поврежден был до этого, или при перевозке? Это который? С той стороны. Техническая? Ну вот, повреждения явно, что вы затаскивали колесо, или потертости. Нет, ну поскольку гражданин не умеет вообще обращаться с этим, и возможно даже пьяный, поэтому я не понимаю. Машины затаскиваются без подкатных роликов, то есть затаскиваются они даже несмотря на то, что колеса могут заблокированы. При погрузке колеса, конечно, могут повредиться, и мы видим следы повреждений. Может быть, это было повреждение у них до, надо фотографию попросить. Смотреть фотографию... Такая глажа есть. Ну не смотреть же сейчас на телефоне, как вы увидите. Почему нет? Ну или снял колесо, или не снял колесо? Я могу сказать, что я посмотрю отдельно. Секунду, подождите, вот эта машина явно не могла сама заехать, будучи вот с таким выворотом колес, она сама не могла заехать. Государственное учреждение не имеет того маневра по разрешению претензий граждан. Так или иначе, в каких-то случаях может быть причинен, не должен быть, но может такое произойти, может быть причинен какой-то ущерб транспортному средству. Получить деньги за государство, или с государственного учреждения, или из бюджета намного проблематичнее, чем получить эти же деньги с частной организацией. В условиях, когда этой деятельностью занимается частная организация, если возникают такие претензии, они могут быть урегулированы сразу же на месте, на стоянке, и человеку может быть выплачена компенсация. Второй момент, в рамках претензионного порядка, когда направляется претензия, проводится осмотр машины, если действительно такой ущерб есть, то человек может получить деньги тут же, непосредственно в частной организации. В случае недостижения каких-либо согласий, в том числе по размеру ущерба, может быть, не только по факту его возникновения, но и по размеру в том числе. С бюджетом мы ничего не получили, вообще. Вообще ничего? Вообще ничего. Сколько вы извлекли дохода от платной эвакуации? Слушай, ну есть официальные данные, которые у нас комитет по тарифам запрашивает, я сейчас затрудняюсь ответить. У них эта информация есть. Вообще доход запрещено извлекать, только расходы. Ну, я в суде доказывал же, что вам запрещено доходы. Ваш закон отменялся, правильно. Я честно вам могу сказать, если бы мы знали, что наш закон будет выполнять сомнительные личности таким хамским образом, никогда бы в жизни. Если сравнивать подход Москвы и Петербурга, то, пожалуй, можно сделать вывод, что московский подход в Петербурге неприменим. У нас нет таких бюджетов для того, чтобы еще и спонсировать принудительную эвакуацию. Пока вы были в больнице, машину увезли. Она мешала проезду? Проезду? Да нет, не мешала. Не мешала, да, понятно. Понятно. Я хочу, браток, что поскольку здесь отказываются вам об этом сообщать, знаете, что вы можете не платить сейчас за услуги этих граждан. В течение месяца вы можете это оплатить. Они будут вам говорить, что надо, что обязательно. Вы не должны платить. Вы можете заплатить сейчас, можете заплатить в течение месяца. Потому что вы должны удостовериться, что ваша машина вообще-то не сломана. Какая у вас машина? Какая? Ларвис. Я считаю, мы достаточно собрали жалоб и просьб и требований даже от избирателей, чтобы подготовить, ну, чтобы иметь основания подготовить предложение. Я буду, я уже проинформировал губернатора, что я буду выходить на него, потому что он обладает правом законодательной инициативы. Он человек у нас деятельный, постоянно посещает районы города. Я буду просить его от имени своих избирателей, которые меня уполномочили на это, внести изменения в закон. Именно местный петербуржский закон. Местный петербуржский закон. Потому что именно местный петербуржский закон, по мнению очень большого количества юристов, грубейшим образом нарушает положение федерального закона. То есть он должен быть как минимум скорректирован. А если его не хотят корректировать, он должен быть отменен. Пикантность ситуации придает тот факт, что Мелодов сам принимал участие в написании законов, которые в данный момент и критикуют. Этот закон работает неправильно. Этот закон нарушает, с моей точки зрения, многие положения федерального закона. И многочисленные судебные разбирательства являются тому доказательством, что те лица, которые готовили этот закон, к сожалению, ввели, получается, так нас заблуждение. И я думаю, это правильно знать, что принят закон, работает неправильно. Значит, надо его корректировать. То есть это абсолютно живой процесс. Ошибаются все, но способность человека признавать ошибки – это способность нормального человека. И данный закон является ошибкой. Программа подходит к концу, и самое время сделать выводы, которые у нас возникли за время съемки этой передачи. Самый первый вывод – это то, что штрафстоянки все-таки это наследие 90-х. Морально они себя уже давно изжили, но и отказаться мы не можем. По той причине, что не только нарушители правил парковки попадают на штрафстоянки. Не забываем про пьяных водителей, про других нарушителей, которые очень сильно мешают автомобилистам, и которых нужно просто хотя бы временно изолировать от общества путем изъятия автомобиля. И второе – удивительно, но факт. Депутат признал ошибочность закона, в написании которого принимал участие. Исторический момент. Вы смотрели «Автограф». Я Александр Холодов. «Автограф».